Здравствуйте, Азиар Малин. Здравствуйте, здравствуйте. Азиар Малин, как вы считаете, почему сегодня вот так важно привлечь внимание международного сообщества к данному вопросу? Во-первых, начнем с того, что сегодня, то заявление, которое сегодня было обнародовано, в принципе там четко было сказано по поводу того, и вы тоже это отметили, что в течение всего 20 века азербайджанцы, живущие на территории Армении, то есть на своих исторических территориях, на своих исторических землях, подвергались расовой дискриминации, время от времени депортировались, и насильственным образом в отношении их применялись всякого рода действия, в том числе и физической расправы. То есть права наших соотечественских, живущих в Армении, нарушались по всем показателям, и, к великому сожалению, в течение всего этого 20 века не было такого периода, когда бы международная общественность обратила бы внимание на такое беспощадное отношение к этническим азербайджанцам, живущих на своих исторических, исконно исторических землях. И, безусловно, мы как бы, ну, наше поколение было свидетелями тех событий, которые происходили в конце 80-х годов. Я, живя в Баку в то время, я был свидетельем того, как десятки тысяч наших соотечественных насильственным образом депортировались с территории Армении, то бишь, что мы называем западным Азербайджаном, и эти люди в основном размещались, расселялись в крупных городах страны и высказывали то, или же, по крайней мере, говорили о тех нарушениях права, права, которыми они сталкивались. То есть это права не только в плане того, что в отношении них применялись всякого рода физические действия насильственного характера, но и в том числе то, что у них нарушались права на имущество. То есть эти люди без всяких домашних утварей, даже порой и даже только в той одежде, в которой они находились, они были изгнаны из своих мест, и в отношении них порой те действия, которые творились, они в основном закачивались даже фатальным исходом, были много свидетельств по поводу того, что эти люди избивались и физически устранялись. То есть, к великому сожалению, вот в конце 80-х годов, пытность Советского Союза, никто на это должным образом не обратил внимания, и всегда вина списывалась на какие-то непонятные экстремистские силы, на какие-то непонятные сепаратистские силы. Но тем не менее, факт имел место, что сегодня Армения является моноэтническим государством. Буквально, если посмотреть ту же самую, скажем, перепись 1989 года, перепись Советского Союза, то на территории Армении проживало более 300 тысяч азерблажанцев. Сегодня ни одного азерблажанца на этой территории. Да и не только азерблажанцев, но и других народов тоже. По пальцу перечитать, может быть, какие-то там, может, представиться, какие-то, если можно, возможно, быть, найти. Но тем не менее, люди изгонялись из своих мест, разрушались мечети, уничтожалось культурное наследие, нарушались права. Нарушались права не только в плане их... То есть нарушались права в соответствии с теми международными документами, которые мы имеем на руках. Даже вот то заявление, которое сегодня было обнародовано, было ссылок на несколько. Документы, в том числе и, скажем, Декларация прав человека, Международная конференция по правам беженцев и так далее. То есть достаточно большое количество юридических документов, основные положения, которые нарушались в конце 80-х годов, именно в то время, когда наши соотечественники изгонялись из своих мест. Тогда никто на это не обращал внимания. Но тем не менее, азербайджанская сторона выступила еще тогда с инициативой создания Азербайджанского общества беженцев в 1989 году, которое было переименовано в общину западного Азербайджана буквально в несколько месяцев тому назад, летом 2022 года. И вот в течение вот этих последних, скажем, 33-34 лет, так случилось, что я тоже, будучи как бы непосредственно активным участником тех гуманитарных программ и проектов, которые реализовывались для обеспечения прав и свобод, в том числе и беженцев тоже, ну, вынуждены переименоваться тоже включать. То есть я как бы являлся участником многих проектов и программ социального характера. То есть вот в течение вот этих 33-34 лет только мы и работали в том направлении, дабы обеспечить их права уже на территории Азербайджана. Мы прекрасно понимали, что эти наши статистики когда-нибудь вернутся на территорию западного Азербайджана. В бытность Нагорно-Карабахского конфликта, об этом мы очень мало говорили. Почему? Потому что основное внимание уделялось в первую очередь разрешению Нагорно-Карабахского конфликта. Ну, сначала нужно было решать вопрос вынужденных переселенцев, в численность которых превышало за 800 тысяч человек. Нужно было освобождать территории, 20% территории было под оккупацией и так далее. Сегодня, да, сегодня проводятся огромные масштабные работы по созданию инфраструктур на освобожденном территории. Готовится территория непосредственно для того, чтобы там расти. Азербайджан потерялось, по-моему, восстановим. Но, тем не менее, мы в то же время не забывали и о беженцах из западного Азербайджана. И вот получается, что сегодня уже вопрос Нагорно-Карабахского конфликта разрешился. Посредством 44-дневной войны отечественной. И сегодня ведется огромная работа по созданию инфраструктур и созданию условий для проживания наших бывших вынужденных переселенцев на этих освобожденных территориях. И уже сегодня мы поднимаем вопрос азербайджанцев, изгнанных из территории западного Азербайджана. И вот тут касательно вашего вопроса, почему сегодня? Потому что это как бы второй этап, так называемый, по восстановлению прав наших беженцев на своих исторических землях. Дело в том, что мы несколько раз поднимали этот вопрос. И на международных различных площадках тоже мы эту тематику пытались педалировать. И вот тогда нам тоже сразу же международная общественность как бы ставила вопрос где-то ребром, что а как Нагорный Карабах, а как вопрос, скажем, вынужденных переселенцев и так далее. Но мы не могли говорить о том, что беженцы это второй этап великого возвращения. Буквально вчера, позавчера была одна важная аналитическая статья по поводу того, что сегодня уже ведется соответствующая работа в плане создания концептуального возвращения беженцев на территории западного Азербайджана. Но вот это концептуальное возвращение, то есть вы имеете в виду, что идет систематическая работа. То есть была создана в курсе того, что когда уважаемый президент Ифан Алимс вчера встречался с представителями медиа, и в том числе и с представителем канала CBC, было высказано мнение по поводу того, что уже работа ведется в этом направлении, даны соответствующие указания. Создана рабочая группа, ведется работа над разработкой концепции. А еще немножко возвращаясь назад, на 24 декабря 2022 года, когда уважаемый президент встречался с представителями общины западного Азербайджана во время открытия офиса. Там он высказал еще одно важное мнение по поводу того, что в свое время, когда открывался этот офис, он выступил с речью, по-моему, в 2012 году это было, где он высказал мнение по поводу того, что ведется работа по великому возвращению. И вся общественность Азербайджана рада тому, что вопрос разрешен, и процесс великого возвращения в вынужденных переселенцев начинается. И вот 24 декабря президент Уступаев высказал мнение по поводу того, что мы уже работаем над, так называемой, программой второго великого возвращения. И как раз-таки вот этот тот момент, уже 2023 год, когда на всевозможных международных площадках мы будем открыто говорить и работать как раз-таки над этой концепцией, над реализацией основных пунктов и положений вот этого важного, ну скажем, стратегического подхода в плане возвращения наших соотечественных на территорию западного Азербайджана, то обращение, которое было сегодня высказано, и обращение было в основном к мировой общественности по поводу того, чтобы армянская сторона, правительство Армении должно создать все условия для справедливого и достойного возвращения. А та работа, которая будет вестись с международными организациями на различных международных площадках, и не только, скажем, на практическом уровне, но и научно-теоретическом тоже в том числе. То есть много научной работы тоже в этом плане будет реализовываться. Там начиная работа с картами и кончая со всеми культурными наследиями, памятниками и так далее. То есть там целый набор инструментов, которые необходимо реализовать для того, чтобы год это возвращение было справедливым, это возвращение было достойным, и в конце концов историческая справедливость, она бы восторжествовала и в плане достижения цех целей, которые ставятся перед нашей общественностью в контексте второго великого возвращения нашей соотечественной территории западного Азербайджана. Спасибо большое, Азербайджан, что ответили на наш вопрос, уделили ваше время. С нами на связи был председатель общественного объединения Евразийская платформа миграционных инициатив Азербайджана. Кирилл Ахвиранов.